Одно из любимых мест обитания голубей – площадь рядом с памятником диктору Левитану. Здесь пернатых подкармливают и взрослые, и дети. Но такая забота оборачивается проблемами. Практически все скамейки на площади покрыты голубиным пометом. Эта скамейка наиболее грязная. Она находится под деревом, на котором постоянно сидят голуби. Владимирцы нашли выход – берут с собой влажные салфетки. У нас, допустим, всегда с собой салфетки влажные. Я могу поднять салфетку свою, притереть. Но вообще было бы хорошо, конечно, в идеале, если бы городские службы за этим ухаживали. Как-то да. То есть поддерживать чистоту нужно, конечно, несомненно. А вот памятник диктору Левитану и брусчатку влажными салфетками не протрешь. Здесь необходима влажная уборка от городских служб. Еще один способ минимизировать вред от голубей – запретить их подкармливать. К слову, в некоторых странах кормление голубей запрещено на законодательном уровне. Например, в Германии за это можно получить штраф от одной до пяти тысяч евро. Также поплатиться можно за кормление голубей в Венеции, Вене, Париже и Хельсинке. Но к такому способу владимирцы относятся по-разному. Ну, я считаю, не надо привлекать внимание птиц, чтобы не было грязно. От них же и грязно. Развлечения-то для детей должно быть больше. Вот здесь развлечения только покормить голубей какая-то социальная нагрузка. Еще одна проблемная точка – театральная площадь. Здесь голуби облюбовали скамейки с высокими спинками. Недавно их покрасили, но сидения оставались чистыми ровно сутки. Уже на следующий день лавочки опять стали загаженными. Городские власти утверждают, все общественные пространства регулярно моют. Но голуби успевают испачкать городские пространства раньше, чем городские службы их вымыть. Их моют обязательно, конечно, потому что пыль, грязь, голуби, извините за выражение. Их моют регулярно. Подъезжает машина водоканальская, цистерна, и их промывают просто. Ну и владимирцы могут помочь сделать скверы и площади менее грязными. Для этого нужно просто прекратить подкармливать голубей. Специалисты говорят, без человеческой помощи пернатые не погибнут. Они вполне могут добыть себе пропитание самостоятельно. Продолжение следует...